Спонсор программы «Время новостей» Сочи – многопрофильная клиника «Зельцер Мед». Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. На железнодорожном пути Дагомыс-Лао сошел сель, как ликвидирует последствия непогоды. Тепло быть! В Сочи построят более 200 километров межпоселковых газопроводов. В каком году это произойдет? Не справился с управлением. Авария с участием иномарки произошла на дуплёре курортного проспекта, если пострадавшие. В Сочи ликвидируют последствия непогоды. В связи с продолжительными обильными осадками на железнодорожном перегоне Дагомыс-Лао, на пути сошел сель объемом более 5000 кубометров. Движение поездов на участке приостановлено. Было задержано 6 пассажирских поездов. Специалисты оперативно приступили к восстановлению контактной сети и расчистке полотна. К ликвидации последствий стихии были привлечены более 100 железнодорожников и спецтехника. Информацию о движении поездов можно уточнять по телефону горячей линии. За ночь перевезли 1800 человек. Автотранспорт продолжает курсировать. Также в результате подвижки грунта и повреждения дороги затруднён проезд к частным домам в селе Волковка. В Лазаревском из-за подъёма уровня воды в реке в пункты временного размещения из частного дома переселены 5 человек. Аварийные бригады МУП «Водоканал» восстанавливают магистральный водовод в Хостинском районе. Завершить работы планируется к вечеру текущих суток. Далее начнётся процесс наполнения системы. С целью обеспечения населения питьевой водой организован подвоз. Заявку можно оставить по номеру, указанному на ваших экранах. Транспорт общего пользования курсирует в штатном режиме. В отдалённых районах возможны сбои в расписании из-за погодных условий. Все оперативные службы работают в усиленном режиме. В связи со сходом селя на железную дорогу в Сочи отменили 10 пригородных поездов. Такая информация появилась в телеграм-канале РЖД. 5 февраля были отменены электрички, которые курсируют между Туапсе, аэропортом Сочи и Эмеритинским курортом. Также опаздывали 6 пассажирских поездов. Время задержки составляло до 5 часов. К 2027 году в Сочи построят более 200 километров межпоселковых газопроводов. В 2024 году запланирована масштабная работа по развитию отрасли жилищно-коммунального хозяйства. На курорте утверждена схема планирования города по газоснабжению. В компании «Газпром» газораспределение к посёлку Вардане в 2023 году построен газопровод высокого и среднего давления протяжённостью более 6 километров. В настоящее время ведётся разработка схемы газоснабжения внутрипоселковых сетей. Завершение работ планируется в первом квартале текущего года. До конца 2024 года на территории Сочи запланированы проектно-изыскательные работы по реконструкции и техническому перевооружению газопровода «Мамедово-Щель-Туапсе-Небук», газопроводок «Адлерской ТЭС» и второй нитки газопровода «Адлер-Красная Поляна-Эстасадок». В рамках программы развития газоснабжения и газификации Краснодарского края на 2024 год запланированы проектно-изыскательские работы по 13 межпоселковым газопроводам курорта общей протяжённостью порядка 200 километров. Период выполнения строительно-монтажных работ рассчитан до 2027 года включительно. Смертельное ДТП произошло на дублёре курортного проспекта. Автомобиль «Мерседес», двигаясь со стороны улицы Гагарина в сторону посёлка Дагомыс, съехал с дороги и врезался в опору информационного табло. В результате аварии водитель иномарки погиб. О других происшествиях расскажем в традиционной сводке ЧП. На транспортной из канализационного люка забил фонтан воды. На пару метров вверх залив тротуары проезжую часть. Видео поделились очевидцы. В районе ареды возле жилых гаражей на иномарку упало дерево, а пострадавших не сообщается. Авария с участием двух транспортных средств произошла в одном из сочинских тоннелей на дублёре. В результате ДТП есть пострадавшие. Им была оказана помощь медиков. В Сочи на многоквартирный жилой дом сошёл сель. Грязевые массы почти проникли в одну из квартир восьмиэтажного здания на клубничные, разбив стекло. Пострадавших нет. Легковой автомобиль залетел на металлическое ограждение и протаранил припаркованную машину. Авария произошла на Батомском шоссе. Массовая авария произошла на Виноградной. Там столкнулись три машины. Удар был настолько сильный, что у грузовика оторвало переднее колесо, а у «Ауди» нет половины капота. Как сообщают очевидцы, есть пострадавшие. Сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства. Это время новостей Сочи. Вот что дальше будет в нашей программе. Огонь в самом центре Сочи. На курорте продолжается эстафета, посвящённая юбилею зимних игр 2014. Как жители встретили факелоносцев? И снова обман. Мошенники придумывают новые схемы. Что изобрели в 2024 году и как с ними бороться? Далее короткая реклама, не переключайтесь. Лечение варикозной болезни с современными лазерными технологиями. Консультация флеболога в клинике флебологии «Зельцер». Подарите здоровье своим ногам. Запишитесь на приём. Сочи, улица Туапсинская, 9-2. Клиника «Уропро». Восстановим ваше урологическое здоровье. Приглашаем на обучение с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление в любое время года. Свободный график обучения. Оплата после итоговой государственной аттестации. Наш сайт openvuz.org. Лечим геморрой любой степени сложности. Клиника «Уропро». 300-04-79. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает комплексно, выгодно, профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Живи с нами в одном ритме, на одном дыхании, в одном горде. Настройся на Сочи. Настройся на «Макс ФМ». Спонсор программы «Время новостей Сочи» сеть клиник лазерной хирургии «Варикоза.нет». Лечение варикоза с помощью современных медицинских технологий без наркоза и госпитализации. Скажите «Варикозу.нет» сегодня. Скажем «Варикозу.нет» сегодня. Только в феврале. Осмотр хирурга-флеболога под контролем УЗИВИН-НОК за 1290 рублей. Работаем без выходных. Запись по телефону 261-66-61. Время новостей в эфире в студии Ксения Синявская. В Сочи продолжается эстафета огня в честь десятилетия Олимпиады. В акции, посвященной юбилею зимних игр 2014, принимают участие известные спортсмены, почетные жители и общественные деятели Сочи. Старт эстафеты дали на посту Магри. И первым факелоносцем стал председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов. В период подготовки к Олимпиаде он был членом большой команды, которая готовила праздник для всего спортивного мира. Будучи первым заместителем главы города, Виктор Филонов курировал вопросы городского хозяйства. Отвечал за строительство инженерных сетей, энергообъектов и транспортных развязок. Транспортные артерии, которые мы получили в городе. Без этого, с учетом нынешнего потока туристов, мы бы, конечно, не управились. Второе, которое можно, это энергообеспечение нашего города. Тоже у нас две генерирующие подстанции были построены, мы обеспечены теперь электричеством. Третье, которое, это инженерные сети по самому городу. На семь лет были забыты такие понятия, как отпуск, выходные. В 11-12 часов ночи начинались штабы, оперативки, планерки, где подводились итоги. За каждый день определялись задачи на следующее. И мы снова уходили в поле, мы снова уходили тем объектам, которые нужно было построить в Олимпиаде. Ну а в минувшие выходные огонь дошел до центра города. Кому на этот раз посчастливилось стать факелоносцами? Как их встречали сочинцы и по каким маршрутам передавали огонь, расскажет Дарья Коржечковская. Почетно, масштабно, грандиозно. Именно так прошла эстафета огня в центральном районе Сочи. На улице плюс 4, пасмурно, ветрено. Но, несмотря на это, более тысячи сочинцев собрались, чтобы вспомнить эти великие события мирового масштаба. В центре эстафета началась с железнодорожного вокзала, как и 10 лет назад. Тогда, в 2014-м, в заветный огонь на перроне встречали российские фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров. В этот раз честь предоставилась главе администрации центрального района Инне Казанковой и депутату городского собрания Сочи Эдуарду Абуховичу. Олимпийские игры 2014 года – это очень знаменательное мероприятие, которое было проведено в городе Сочи и для нас, для сочинцев, и для нашей страны, и для всего, я считаю, мира. Потому что при подготовке к Олимпиаде были построены уникальные олимпийские объекты, которые работают, действуют и на сегодняшний момент. Шествие прошло по скверу Чайка напротив ЦУМа и перешло на главный променад курорта – улицу Новогинскую. Студенты, волонтеры, школьники и жители города выстроились в живой коридор и на протяжении всего маршрута приветствовали факелоносцев. Участниками эстафеты стали и другие представители власти. Так, к примеру, депутат городского собрания Сочи Владимир Тарасян торжественно передал факел своему коллеге. Огонь продолжил свой путь в руках депутата Олега Чекмарева. Он пронес его до площади флага и передал эстафету. Депутат отметил важность исторического момента для города и для его молодого поколения. Олимпиада для всех и сочинцев и нашей прекрасной страны – это олицетворение спортивного духа и побед. У меня также есть дети, которые сегодня занимаются спортом. И для них это будет ярким примером, чтобы они могли, глядя на примеры наших олимпийцев, добиваться успехов в своей спортивной карьере, до их жизни. А вот вы сегодня несли факел. Какие эмоции вы ощутили? Вы знаете, я даже не могу их про комитета не передавая эмоции. Даже сложилось ощущение, что мы участвуем в чем-то грандиозном. Финальной точкой эстафеты огня в Центральном районе стали знаменитые олимпийские символы на Новогинской. Далее огонь продолжил свой путь уже в Хостинском районе. Я хочу сказать, что мы должны все быть признательны горожане нашему президенту, который своим волевым решением добился вот такой возможности для нашего города. И, конечно же, перехлёст это эмоции. Супер. А вот вы сегодня бежали с факелом. Это сложно? Что вы при этом испытываете? В первую очередь волнение, потому что на тебя смотрят люди, камеры. И ты сегодняшний день представлял наш город, нашу страну. По килоносам это для меня новый опыт. И очень понравилось. Эстафета не только перенесла нас в прошлое, но и позволила почувствовать гордость за страну. Жаркие зимние твои. Ровно 10 лет назад прошло это великое событие зимней Олимпиады. Сегодня здесь воссоздали события прошлого. И это поистине великий праздник для Сочи и для всей страны. Праздничную атмосферу отметили и сами жители. Я вообще принимала участие в Олимпиаде 2014. Это невозможно ощущение. 10 лет. Я пока бегаю, я пока прыгаю. Это положительные эмоции. Прекрасно прошло такой праздник. 10 лет Олимпиады. Большое счастье для нас. Я был очень рад поучаствовать. Для меня Олимпиада это самое яркое событие. Я считаю, что даже ярче своей собственной свадьбы. Всегда, когда вспоминаю об Олимпиаде, у меня на глазах слезы радуются. Я рада быть участником этого грандиозного события. Основные торжества пройдут на курорте 7 февраля в день старта игр в 2014. Это событие имеет большое значение для Сочи, ведь так вершится наша новая история. Здесь собралось просто огромное количество сочцев, ребят, волонтеров. И все они пришли сюда за самым главным. Вспомните события прошлого. Дарья Кузычковская, Дмитрий Говорков. Время новостей. В Сочи прошел сход граждан микрорайона Мацеста. Встречу провел глава Хостинского района Иван Савин. Обсудили актуальные вопросы и проблемы, касающиеся каждого жителя. И напомнили о том, как важно сегодня сохранять бдительность. В прошлом году было проведено несколько сходов. И в текущем году решили продолжить эту традицию. Сход, проходящий в формате диалога, помогает решать проблему по возможности сразу, на месте. Жители могут задавать вопросы напрямую. У нас каждый квартал обязательно проходят сходы жителей. Проводят город, проводят район. Ну и так приемы регулярно проводятся. Ну у нас хорошо. У нас и депутаты принимают, и работники администрации принимают, замы главы принимают. Вот люди обращаются со своими вопросами. И вопросы касаются самых разных областей. Больше всего жителей волновала тема дорог и транспорта. В частности, обсудили движение маршрута номер три. Поговорили об услугах ЖКХ и о работе управляющих компаний. Немаловажным оказался вопрос, касающийся расчистки русел рек. На него жители получили ответ от главы Хостинского района на месте. Эта работа будет выполнена в ближайшее время. Поэтому будем спокойно спать. Не переживать, что где-то будут заторовые ситуации. В любом случае, они, конечно, будут возникать. Потому что река идет в гор, прекрасно все понимают. Где-то дерево в горах мыло, оно упало. Но оперативно, спасибо и нашим службам экстренным, и службе спасения города, и ГОЧС, которые оперативно помогают отрабатывать эту историю. Поговорили и о тех наказах, которые были ранее зафиксированы в паспортах ТОС. Большая часть поручений была сделана. И жители остались довольно выполнены работой. Парк у нас отличный. В парке все вычистили так красиво, что никогда этого не было. Дороги делаются, дорожки везде делаются. Все широкие делаются, чтобы мамочки с колясками ходили. Ну, по паспорту ТОСа делается все. Потихонечку, потихонечку все делается. График проведения сбора граждан расписан на целый квартал. И жители знают, в какой день они могут обратиться с вопросом к сотруднику той или иной службы. Валерия Асачи, Дмитрий Петри. Время новостей. Мошенники придумывают новые схемы обмана и модернизируют старые. Что нового изобрели в 2024 году? Об этом и не только. В студии программы подробно говорили с полковником полиции Сергеем Полуяровым. И вот лишь фрагмент интервью. Действительно, мошенничество занимает большой процент в общем вале зарегистрированных преступлений в 2023 году. Примерно около 30% из общего вала всех преступлений, которые были зарегистрированы в городе Сочи. Структура мошенничества разная. Начиная от старых, это уже способов таких, как ваш сын или родственник попал в беду, нужно срочно перевести деньги. И потерпевшие, находясь в таком тревожном состоянии, переводят эти деньги. Такой вид мошенничества имеет низкий процент, но до сих пор такие случаи происходят. Ситуация находится оперативно под контролем. Вы знаете, что у нас увеличилось количество отдыхающих в городе Сочи и в целом по Краснодарскому краю. И при этом преступность находится под контролем. Мы эту работу будем продолжать. Полную версию программы подробно смотрите сразу после выпуска новостей. Также она доступна в наших ВК-видео «Сочи-24». Более трети продуктов для школьного питания на курорте поставляется участниками флагманского проекта «Выбирай Сочинское». Функцию оператора школьного питания выполняет социально ориентированная автономно-некоммерческая организация «Стандарты социального питания». На сегодняшний день она обеспечивает организацию питания в 68 общеобразовательных учреждениях. 97% продуктов, используемых для приготовления блюд, производятся на территории Краснодарского края. Из них 35% – предприятиями Сочи, участниками проекта «Выбирай Сочинское». Продукция местных производителей обладает высокими показателями качества и отвечает всем требованиям действующих нормативов. Многоступенчатый контроль качества продуктов для питания обучающихся начинается на самом предприятии с проверки всех сертификатов на продукты и лабораторных тестов. В контроле школьного питания, кроме специалистов пищеблока, также участвуют сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры. Отдельно в каждой школе к процессу подключается и родительская общественность. Ежегодно технологи знакомят родителей с новинками в школьном меню на дегустации блюд. На уровне муниципалитета ежеквартально проводятся советы по питанию, на которых обсуждаются вопросы организации питания школьников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok